В средней школе номер 12 собрались те, для кого комсомол – это не организация, это образ жизни. Молодые строители коммунизма, которые, если партия сказала «надо», отвечали «есть». Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи был создан 29 октября 1918 года. В 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллионов граждан Советского Союза от 14 до 28 лет. Как говорили и говорят сами комсомольцы, люди носили комсомольские значки на груди, а в груди – настоящее комсомольское сердце, полное веры, труда и задора. Мы за комсомольские свои годы самую главную школу прошли – школу дружбы, школу поддержки и школу прийти на помощь друг другу в любой момент. Мы и сегодня, уже прошли многие-многие годы, мы и сегодня, ветераны-комсомолы, встречаемся друг с другом, как с великими друзьями, как с нашими членами семьи. Мы сегодня готовы поддержать друг друга и помочь друг другу. Бывших комсомольцев не бывает. Те, кто выступал на это мероприятие, говорили от души и с прежним задором в глазах. Как-то так получилось, что за активность мне было предложено освобожденным секретарем комитета комсомола нашли эту фабрику. И я сегодня ни минуты, ни секунды не пожалела вообще, что я была в комсомоле. Не потому, что я сегодня избрана депутатом палаты представителей, а, наверное, вот я скажу честно, что, наверное, комсомол – это моя судьба, моя история, это моя жизнь. Потому что лучшие годы, поверьте мне, это молодые годы. И сегодня, вступив в комсомольскую организацию, в наше общественное объединение Белорусский Республиканский Союз Молодежи, я хочу пожелать вам, чтобы вы тоже никогда в жизни не боялись идти вперед, но и в то же время, чтобы вы не только помнили о своих правах, чтобы вы знали свои обязанности. Современный преемник комсомола – Белорусский Республиканский Союз Молодежи. На мероприятии, посвященном 100-летию организации, принимали члены БРСМ. Кстати, на базе 12-й школы создан тематический музей. В экспозиции – фотографии, знамена, значки, удостоверения и памятные книги. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...